Организаторы мероприятия тщательно подготовились музыкой воздушной шары для настроения. На столах анкеты, в которые любой желающий мог внести свои пожелания. Каждого встречали волонтёры, помогали сориентироваться посетителям. Несмотря на плохую погоду, 600 человек пришли проверить состояние здоровья. Наш глава Сергей Павлович уделяет особое внимание проведению Дня здоровья. Они у него на самом деле на особом контроле. Я буквально сейчас в том зале проходила, смотрела, как всё обустроено, разговаривала с людьми. И жители нашего города, этой части нашего города, они очень довольны. Есть свои пожелания, мы их учтём. В городе мы будем Дни здоровья проводить с систематической периодичностью. Дни здоровья пользуются большой популярностью среди населения, поскольку именно здесь все посетители имеют возможность быстро пройти экспресс-обследование и без очередей. Сделать необходимые анализы, получить заключение специалистов. За состоянием своего здоровья Евгений Илющенко следит тщательно, поэтому посещает Дни здоровья, соблюдает все предписания врача. Очень хорошо, что устраивают вот такие вылазки, особенно для нас, пенсионеров, ветеранов войны. Ну, что бы мне хотелось сказать, что меня особенно волновало, что анализы сахара в крови. Вот она посмотрела, сказала, что всё нормально, уже это спокойно. В этот день взрослые могли получить консультации у врача-терапевта и узких специалистов, сдать кровь на глюкозу, проверить щитовидную железу, сердце, здоровье глаз на специальных аппаратах. Для детей в это время работал педиатр, психолог и соцпедагог. Наш Центр Медпрофилактики использует в обследовании населения уникальный метод, который называется обследование сердца на кардиовизоре. Отличие его от классической кардиограммы в том, что он позволяет выявить явления гипоксии и ишемии на самых ранних, доклинических этапах, до того момента, когда они уже проявятся на классической ЭКГ, что позволяет человеку своевременно, на ранних стадиях, выявить эти явления и назначить профилактические методы, которые не доведут его до состояния болезни. Каждый в этот день получил соответствующие рекомендации назначения врача по профилактике и лечению болезни, если была выявлена патология. Дни здоровья в первую очередь направлены на профилактику. Болезнь, как известно, легче предотвратить, чем потом лечиться.